Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему люди так со мной поступают, зачем? У меня в окружении есть люди, которые поддерживают у меня состояние эмоционального накала. Я очень хочу понять, зачем они это делают. В частности, это учительница моей дочери и моя сестра. Учительница, постоянно пивши мне на WhatsApp, жалуется на мою дочь за каждое малейшее неправильное поведение, даже незначительное. Даже каждый раз мне выговаривает за то, что дочь на уроке не писала классную работу. Я не успеваю восстановить свое настроение, когда опять мне написывают кляузы на мою дочь. В конечном итоге лопнуло мое терпение. Дочь сказала, что учительница стоит у нее над душой и не дает сосредоточиться и банально расслабиться. Мое терпение лопнуло, и я изо всех сил, подобрав наиболее деликатные слова, дала учительнице понять, что не надо стоять над душой у ребенка. Она мне в ответ нагрубила. Что-то типа про то, что не намерена оправдоваться. То, что я уже три года только делаю, что оправдываюсь перед этой училкой по несколько раз в неделю, это ничего, все нормально. Далее, моя сестра, она постоянно пишет информацию, очень эмоционально заряженную. И порой эта информация, мне кажется, неправдоподобной. А порой даже токсична. В период массовой вакцинации от ковида, она постоянно пугала меня страшилками про страшный вред прививок. Пока саму не заставили привиться. Потом, слава богу, замолчала на эту тему. Задобо-добо она начала писать мне про то, какая она суперобоблящая, и капец, какая шустра и то, что у нее болезнь такая. Но эта неделя, наверное, написала про прадеда фронтовика, что якобы он на самом деле на фронте не погиб, а сбежал. И самое интересное, что при огромном количестве потомков этого прадеда, кроме моей сестры и моей мамы, никто про это никогда не слышал. За три дня обсуждения у меня все в душе перевернулось. Как это все объяснить? Зачем люди по ватсапам мотают мне нервы? В первую очередь, потому что вы... позволяете им это делать. В первую очередь, по этой причине. Никаких других причин больше. Нет, нет. Только причина в том, что вы позволяете людям мотать, как вы говорите, вам нервы. Если вы позволяете это делать, то почему? Ну, почему в таком случае им этого не делать? Это первое. Второй момент. Вы говорите о том, что... Значит, вот... У вас поддерживают состояние эмоционального накала. Но... Знаете, здесь есть хитрость. Она заключается в том, что вы как бы... Пере... вкладываете ответственность, как мне кажется, на других людей здесь. Дело все в том, что эмоциональный накал, о котором вы говорите, это ваше состояние. Эмоциональный. И... За... Него... Э... Э... За... Состояние эмоционального накала. Ответственны вы. В первую очередь. Вы. А не... Кто-то другой. Поэтому, если мы говорим о том, что у вас есть эмоциональный накал, то... Имеет смысл посмотреть, о чем... Вас это... Накаливает. Например. Ну, допустим, вы пишете о том, что... Эм... У вас... К примеру. Эм... Есть необходимость оправдываться перед учительницей. Ну, вот... Спрашивается-то. Да? Зачем? То есть, зачем и для чего... Вы вам... Перед ней оправдываться. Оправдывайтесь вы здесь, как мне кажется, из... Чувства вины. Поправьте... Поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, иными словами, есть... Есть что-то... Что мотивирует вас... Оправдываться... Перед... Учительницей. Допустим. Есть что-то, что мотивирует вас... Эм... Допустим... Чувствовать... Чувствовать... Себя виноватой... Но... Вы... Сами... Этого... Не замечаете... Обвиняете... Вы не замечаете того, что... Это... Чувство ваше... И обвиняете... В данном случае обвиняете... Человека. А... Дело здесь... На мой... На мой взгляд... На мой взгляд... Дело здесь заключается в том... Что... Когда... Человек... Посылает... Вам... Определенную реакцию... Когда... Человек... Посылает... Вам... Определенный посыл... Да... То есть... У него... Вот... Есть... Например... Скажем... Какой-то заряд энергии... Вот... Допустим... Учительница... Эээ... Препочитает... Жаловаться... Да? Когда... Это... Происходит... Вы... Эээ... Своими... Действиями... Возможно... Эээ... Просто-напросто... Подкрепляете... Такую ее модель поведения... И она... Продолжает это делать... То же самое касается... В общем... И сестры... Которая... В этом смысле... Ничем... Не отличается от... Учительница... В том смысле, что... Она... Ведет себя... Так же... Как и вы... Понимаете? Какая... Какая штука... Какая штука... Ой... Она ведет себя не так же, как и вы... Простите... Она... Эээ... Она ведет себя так же, как... Эээ... Эээ... Преподаватель... Вот... К сожалению... Который... И... Если... Вы... Если... Вы... Не хотите... Чтобы... С вами... Себя... Так... Вели... То... Не нужно... В каком случае... Людям позволять... Это вопрос в первую очередь личных границ, это вопрос в первую очередь самооценки вашей, это вопрос в первую очередь того, что вам ценно, нужно, дорого, об этом идет речь. Но важно еще, конечно, и другое. Конечно, важно еще и то, что вы, вероятно, испытываете свои собственные комплексы, вы, вероятно, испытываете свою собственную еще проблематику какую-то. И, в общем и целом, эта проблематика на вас сейчас сказывается. Я не буду, наверное, скрывать того факта, что эта проблематика была с вами, вероятно, всегда. Я думаю, что всегда что-то вот, что-то вот, ну, что-то такое вы чувствовали, всегда, чтобы такое вы ощущали. Просто, возможно, всегда старались этого избежать. Ну, избежать можно, в общем и целом, до поры до времени. Только. А потом начинаются такие проблемы. Короче говоря, короче говоря, речь идет о том, чтобы вы смогли взять на себя ответственность за то, что происходит с вами. И не пытались, вот, как сейчас, например, понять, что и почему люди ведут себя так, зачем они это делают и так далее. А чтобы вы начинали разбираться в себе, чтобы вы начинали исследовать себя. Вот. И чем лучше вы это сделаете, тем, чем, чем, чем грамотнее, чем более внимательнее вы будете, вы будете к себе в этом аспекте. Вот. Тем лучше, на мой взгляд, будет складываться ваша жизнь. Да, вам, безусловно, нужна помощь в некоторых аспектах. В частности, в аспектах личных границ и в аспектах, допустим, самооценки, в аспектах страха и в аспектах обращения со своими чувствами. Вот. Потому что как? Мне кажется, у вас есть, ну, в известной степени с этим, с этим есть проблема. Вот. Но это всё решаемо, это всё не фатально, да, и не критично. Это всё. Всё это в целом можно скорректировать, всё это в целом можно поправить. Единственный момент, единственный момент, это то, что вы пытаетесь, ну, понять других людей, вот это, пожалуй, ошибка. Если вы будете, ну, пытаться понять других людей, если вы будете пытаться понять, допустим, почему ведёт себя так, ну, ваше окружение, да, вот. Если вы будете пытаться понять, то вот вы всегда будете зависимы от людей вокруг. Вне зависимости от того, кто это будет. То есть сейчас это два, два, ну, два человека сейчас. Сейчас это два человека, но может быть и больше. Если вы ничего не припримите в плане изменения отношения к себе и к своему психоэмоциональному состоянию. Если вы не начнёте, к примеру, о нём заботиться. Я очень надеюсь, что вы будете это делать, потому что в противном случае ситуация будет складываться довольно негативно для вас. Вот такой ответ я мог бы вам сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии предложить. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для терапии. То есть, формируя обратную связь, вот, вы сможете увидеть для себя те направления, в которых вы хотели бы двигаться, вот, в контексте работы. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. КОНЕЦ ПОЗИТЬ ПОЗИТ ПОЗИТ